итак нам дали составы всех команд как и обещали 20 числа есть уже у нас информация полностью по сборным которые будут участвовать в этом году на групповом этапе который пройдет как тут сам внизу сказано до в четырех местах самый интересный раз будет польша это будет август начало августа 4 6 число куда полетит русская сборная где она будет играть и пороться за выход на близко он с каждого это только по две команды выйдет к слову да очень мало на каждого тегает по 2 группы играет по 8 команд и только получается этих восьми команд только две будут с каждой выходить с каждой с каждого ивента не с каждой с каждой группы по одной команде грубо говоря будет играться по формату кто еще не в курсе играется групповой этап каждая группа отыгрывает или между собой группе до после этого организуется плей-офф две команды из каждой группы первое второе место выходит в плей-офф и играют между собой как обычно это бывает первыми со вторым 2 с первым и те кто побеждает эти стыковые матчи уже едут на близко он непосредственно на этот раз разбор можно сделать ну чуть чуть более где-то точно чуть чуть менее заточным некоторых моментах про некоторые команды сразу говоришь что ну сказать я вообще ничего не могу потому что например вот команда до гонконга тут же взять как я и говорил я вообще не знаю кто все эти люди я тут реально ни одного из них не знаю нигде не видел никогда никаких заслуг их не знаю то есть мне проанализировать например команды гонконга крайне сложно и почти невозможно без предположения что сборная не очень сильная да сразу же сходу хоть посев у них группе и второй но им хо гонконгу много здесь не светит вот поехали первая группа china сделал анонс своего состава опять же азиатский регион особенно китай это прям вообще тут я опять же не сильно знаю этих молодых людей всех причем из комитета у них никто не будет играть за состав комитет остается комитетом составе вообще 6 человек видим дадут по ником набраны отдельно от комитет комитет только их собрал никакого предикта сделать не могу трудно по ммр они сильные но по факту они могут совсем не сильными как я уже говорил в прошлом году сборная китая например прошлом году была совсем не сильные хотя позицию занимает вот такую высокую гонконг ничего тоже не могу сказать думаю что гонконг китай здесь не покажут супер сильных результатов но с другой стороны у них группа вообще очень странная и вот если глянуть первый этот ивент да это шанхай будет по-моему группа а и группа б то здесь есть вероятность что из группы б поедет две команды то есть когда будет плей-офф есть вероятность что второе место группы б облегает первое место группа а есть такая возможность вот потому что норвегия румыния до видим что у них посева таки себе были 17 32 место и вот 17 место норвегия в норвегии хотя бы есть люди которых я где-то видел знаю да там где-то пересекались они некоторые из них играли за неплохие команды хотя бы сделать ставку на норвегию я бы тоже на самом деле не стал состав норвегии такой подозрительный подозрительный я думаю что группа b здесь ну сейчас мы даем динамарка на самом деле посмотрим данию но по-моему датская сборная будет очень даже неплохой здесь где-то раз но декод он и год инвижен пускай еще там и как где-то видел да но трубы например и пена я вообще не знаю то есть у них команда на самом деле такая наполовину наполовину мощная пол ростер довольно таки неизвестные у румынии кстати я когда делал прошлый обзор еще до объявления до объявления этих самых до объявления ростров я говорю что у румынии может быть неплохой состав но нет румыны и даже не взяли ну не то что не взяли не почему-то по какой-то причине его нету сборной и из-за этого румынская сборная сразу же очень сильно слабо ослабляется очень сильно прям я знаю только мезу вы возможно тоже слышали о мезе я с ним играл вместе в команде аудио си было дело не за так неплохой хороший но все остальные парни к сожалению вообще не известно я вообще не знаю кто это и даже нет шадра поэтому несущих ядер у румынии вообще нет кроме одного танка который будет все это колить мейн колить и поэтому шансов у них очень мало выйти даже из группы да вполне может отказаться игрок и сам тут непонятно какие причины я не узнавал игры подробности но либо сам отказался либо не договорился с кем-то который саргой то ли чем в любом случае шадра здесь нет поэтому румыния точно не выходит я думаю из первой группы все-таки чайная и норвегия будет выходить наверно гонконг скорее всего отойдет на второй план из группы b но очевидно лидер это французы французы здесь в полном составе полном составе имеют рогов кто не в курсе роги очень сильная команда мирового уровня тире один выигрывает все команды европейские с хорошим процентом до побед американские команды тоже подфармливает на досуге в корее к слову их немножко попустили в корее они на последнем ивенте на котором они там были не помню какой-то был сезон апекса вроде бы да они там даже из группы не вышли их какая-то там корейская команда которую они должны были обыгрывать она их не пустила банально и они немножко грустные поехали домой но тем не менее для world cup а команда очень сильная в первую очередь из-за того что они уже давно играют командой вместе во вторую очередь это все-таки команда мирового уровня она очень сильная да здесь больше других таких команд сразу же может быть оговорку и не будет в принципе наверное это уникальное вообще уникальный случай то что франция имеет полный ростер целиком полностью без единого изменения да еще шансы были таких команд которые тоже целиком существуют национальных это там банально швеция финляндия но шведы и финны немножко поменяли ростер сделали изменения в них добавили звездных игроков которые играют не в национальных командах там например из envy некоторые игроки играют за швецию и финляндию франция же полностью сохранила ростер и я думаю французы здесь одни из фаворитов на этом турнире французы точно берут первое место в группе сто процентов и 100 процентов проходит на близко их конкуренты основные это вот дэнмарк собственно да и у дэнмарка есть неплохие тоже игроки в составе у них сам ростер построен на основе команды европейской которая значит называется кажется singularity ninjas да они называются что-то типа того это те два команда она не является командой такого мирового прямого уровня да но в европе показывает неплохие результаты играет на основном ивенте от близок который проходит долгой контент из которой называется на котором играют все топовые команды европейские и американские вот командам показа тоже не худшие результаты и в принципе то есть ядро у команды дэнмарка неплохое плюс к этому они добавляют фишера который является хорошим отличным генжи неплохим дпс мда довольно тоже гибкие из команды за кого-то фишер катает за хаммерсов да по моему не помню честно говоря точно кажется за хаммерсов он играет команда которая тоже там попала на американских контендерс но который в америке не такие успешные результаты показал после первой недели да но в целом является тоже довольно сильным коллективом и за последние полгода тоже неплохо держится на сцене поэтому имеет смысл думать что команда дэнмарка тоже довольно сильно если не в реалиях мирового уровня дата в реалиях world cup она в принципе имеет неплохой состав для себя кстати к слову еще стоит отметить что не здесь два генжи мэйна сильных критокс это этот самый этот леуч который синик поменял у него генжи тоже на уровне у них два таких мощнейших генгу интересно на фишер будет играть не на генжи он все таки будет указан флексом у них он скорее всего будет играть каким-то каким-то персонажем таким гибким не замуж три сухой будет бегать 4 просто не помню кем играет фрейги то ли солдом то ли трейсером но видите команды все ориентируются честно на актуальную мету 3d ps а до offense offense flex ну то есть flex играет дпс на 2 саппорт один танк у дэнмарка будет неплохой дайв тоже думаю дэнмарк имеет хорошие шансы в группе занять второе место и даже я думаю дэнмарк имеет хорошие шансы в плей-оффе обыграть первое место группы а я думаю дэнмарк может обыграть и китай и норвегию теоретически но возможно я недооцениваю китай возможно поэтому посмотрим в любом случае из ивента первого повервощ который пойдет в шанхае да если я не ошибаюсь французы явные фавориты точно это блеск он а вот в плей-оффе будет интересно дэнмарк сможет ли обыграть первое место группы а этому посмотрим ну и таиланд аргентина тут есть микки которые играют за энви которого и взяли все-таки в энви именно после прошлого вордкапа который там засветился прославился немножко всех остальных я конечно же не знаю все остальные таиландцы темные лошадки абсолютно неизвестные парни но я не думаю что сборная таиланда что-то покажет то же самое с аргентиной только у них ситуация еще хуже здесь вообще никого нету кто бы мог выступать или там засветиться где-то на мировом уровне да у таиланда хотя бы один человек есть у аргентины 0 аргентины поэтому аргентина явно не выходит таиланд вряд ли выходит вот такая группа а ждем французов на блесконе и ждем на блесконе возможно данью либо китай тут будет либо разочарование для китайцев либо ну если китайцы вообще первого возьмут тут если честно то вообще две вот эти группы и шанхайский ивент он мне кажется один из самых слабых будет между всеми остальными то есть если взять четыре ивента по отдельности рассмотреть их да то шанхайский выглядит очень простым для французов а второе место наоборот достается команде которая его возможно где-то не заслуживает вот пойдем дальше второй ивент второй ивент проходит в австралии у нас проходить он будет тоже в июле 21 23 числа на этом ивенте у нас группа c и d в группе c имеем шведов на первом месте по посеву смотрим шведский состав это переделанные мисвицы переделанные мисвицы это правильно для шведов это хорошо месяца сильнейший шведский коллектив который сейчас есть тоже является командой ну можно сказать мирового уровня да но мисвицы за последнее время довольно сильно поменялись раньше они были прям когда еще были не только шведским составом да когда они были в расстреле французы которые сейчас играют в рогах то они прям были вот реально команды мирового уровня после после свечи ролей после свечей людей на полностью шведский состав мне кажется мисвицы стали намного слабее в принципе результаты их показывают то же самое они иногда проигрывают командам молодым и стир один европы которые сейчас стали занимать лидирующие позиции до шведы последнем сезоне к в корейском турнире сразу же отлетели не вышли из группы поехали домой тоже когда они туда ездили после чего они начали менять роли между собой в команде ну то есть у месяца последнее время игра вообще не идет им нужно найти вот что-то свое найти какую-то игру там не знаю может что-то еще заменить но в целом у них очень много потенциала у них есть шикарный дпс-твик у них команде есть очень талантливый навикс парень reinforce имеется да на танке то есть за стол в принципе и взят ну зебасайк ты как будут на роли капитана тоже как бы умеет магиот не худший лидер да то есть вообще потенциал у миссисов неплохой у шведской команда он тоже считаю неплохой почему потому что они взяли миссисов немножко поменяли не не стали брать своего людьми которые уничтожены командами лиски играет вместо него они взяли на саппорт чипса который играет за envy и чипс причем похоже будет играть флэк с аппортом потому что в англии чипс играет если саппортом играет довольно успешно нем да команда эдриц это реально сильная команда мирового уровня то есть они заменили своего люська на чипса и посадили на лиска Судя по всему, Зибасая, потому что Зибасая указана саппортом И мне кажется, что Зибасая как капитан И второй придет просто идеально, и поэтому Такой свитч будет только на руку Таким свитчем шведы усиливаются 100%, и вот Второй свитч, который они сделали, это они взяли Поменяли на Свуша, этот свитч, который я не очень Понимаю вообще Очень странный свитч, имхон, но Шведам лучше знать, лучше знать Свуш, в принципе, тоже неплохой, на самом деле Игрок тоже в последнее время показывает Хорошие результаты, играет в команде, да Мувиста Райдерс, и они В принципе В Европе На последних турнирах, на последнем лане, например Показывают очень добротные результаты И Дополнение тоже не худшее Но имхон, Невикс был бы все-таки сильнее, не знаю, почему Не играет Невикс, возможно, тоже какие-то причины, как у Шадера Возможно, у него просто не получилось Возможно, шведы сами решили, что так будет Лучше, поэтому Дело их, ростер неплохой Если так вот общий подвести итог, да Шведы собрали сильный состав Они усилили явно ту команду, которая у них имеется Они не стали посылать ее целиком Это тоже правильное решение Это очень грамотное решение Я считаю, что шведы поступили правильно Шведский комитет постарался на славу Состав сильный, состав боеспособный Состав имеет отличные шансы Занять первое место в группе Шаф имеет отличные шансы поехать на Близкон Шведы, скорее всего, поедут Смотрим дальше, кто они в группе Австралия Австралия занимает неплохую позицию по ММРу Но Австралия это регион Как раз-таки такой, который находится немножко обособленно От всего остального мира И не имеет, в принципе, опыта, да, пересечения То есть Ну, его можно тоже обозвать темной лошадкой Как любой азиатский регион Но азиаты, они между собой играют Например, вот корейские команды, да Они очень сильны между собой Они создали атмосферу у себя в регионе огромную Не то, что огромную Потную такую Настолько такую сильно потную Что достигли такого уровня Который в итоге обошел Европейский и американский уровень игры, да Австралия это точно такой же отдельный регион Который тоже там играет как-то между собой Пересекается где-то там, вероятно, в океане Своей, с какими-то еще там странами рядышком Но тот регион явно не уровень Кореи Я не думаю, что Австралия, честно говоря Нас порадует на этом турнире И затащит что-то здесь Я думаю, Австралия даже не выйдет из группы Несмотря на посев Я думаю, что у Италии и Португалии Шансов куда больше Мы имеем итальянцев, которые Имеют в своем составе Тут итальянский комитет постарался Тоже неплохо, да Имеют какую-то командочку И один из плюсов Италии в том Что у Италии была национальная команда На протяжении Overwatch Особенно сразу же после релиза Вот в ЗБТ у них появился состав Первый самый, по-моему, да И как только игра релизнулась Парни продолжили играть вместе И у Италии была национальная команда Она имела там тоже каких-то спонсоров Но она никогда не была Тер-1 Она никогда не была мирового уровня Она была что-то уровня Тер-2 Она спокойненько себе жила Существовала Кого-то выигрывала Кому-то проигрывала Ни на что особо не претендовала Да, не была таким фаворитом Но, тем не менее, команда была То есть ситуация похожа на Данию На Денмарк, да Такая же ситуация Команда есть Тер-2 Есть какие-то игроки Есть кто-то, кого они обыгрывают Кто-то кому они проигрывают У Италии шансы есть на второе место В этой группе Я думаю, что Италия будет сильнее, чем Австралия У Португалии ситуация немножко другая У Португалии не было национальной команды Никакой сильной Были какие-то там вроде бы миксы команды Но они, по-моему, вообще прям еще не достигали То есть отнести их даже вот в Тер-2 по уровню Было нельзя Но зато в Португалии в данный момент Имеется пару человек, которые Играют в команде, которая сейчас находится На неплохом уровне в Европе Именно Лазер Киттенс, да Мавзаса, вот этот вот Игрей Это два парня, которые играют в Лазер Киттенс Которые, между прочим, на последнем Контендерс турнире вот этом вот от Близзард Обыграли на последних выходных мисфитцев То есть обыграли шведов То есть заслуживают внимания парня, да Имеет команда Португалии неплохой костяк И я думаю, что у Португалов шансы Тоже более-менее неплохие Как минимум на второе место они поборются Как минимум, поэтому группа С Вот группа С, очень застаканная Тут по Паранкину, по посеву от Близзард Австралия находится на втором месте Но по факту, по факту Я боюсь, что Австралию сможет даже последнее место занять На самом деле Поэтому группа С под большим вопросом Я думаю, или Италия, или Португалия Причем, по моему опыту, потому что Я видел на скримах и так далее Я думаю, что Португала даже сильнее, чем итальянцы Вот Поэтому я ставлю Швецию на первое место Португалию на второе В этой группе С Борьба будет интересная, кстати За группой С, по-моему, блять, можно будет Группа Д В группе Д есть Финляндия И мы тоже знаем, что в Финляндии есть Интересная команда, которая называется NIP Эта команда состоит полностью из финнов То есть тоже есть полная национальная команда Профессиональная из игроков Но финны делают так же, как и шведы Абсолютно одинаково Они делают не так, как делают роги французы Они меняют свой ростер И добирают себе Таймоу и Линкзера То есть костяк команды остается финским Костяк команды состоит из профессиональных игроков Из Финляндии Из одной и той же команды Это очень хорошо Это значит, что в команде уже будет синергия изначально Что команда друг друга понимает Что у команды есть какие-то наигровки И они меняют двух игроков Они берут Таймоу из команды Envy Парень, который, ну Вы знаете, наверняка Таймоу Да, является довольно известным Играет в команде мирового уровня Играет в топовой команде То есть на прошлом даже тоже турнире Показывал хорошую игру Опять очевидный хороший пик На самом деле для команды финнов И второй парень это Линкзер Это тоже очень-очень сильный Финский ДПС Флексовый игрок Который играл за Дегнитосов Играл тоже за команду Региона Европы Америка В Корее он, насколько я знаю В Корее он не был ни разу Все-таки Линкзер Но, тем не менее Он показывает очень хорошие результаты тоже При игре на уровне тир-1 европейском, американском Поэтому Линкзер тоже очень здесь силен будет Тоже усиление для команды финнов И в целом этот состав финнов Мне нравится, очень нравится Прям вообще очень сильно Если честно, вот финны здесь сделали Тоже по красоте Они убрали Хумзи Своего капитана, на самом деле Возможно, это в некотором смысле Выйдет им боком Ну, если посмотреть механически То для них это по-любому не минус Убрать Хумзи Нет, я не хочу банана Который не в мете Конечно, я не хочу банана Ну, блин, ну куда же без няшных счетчик-то Хумзи играет Рудхогом И больше никем особо не славится Да, все знают, что он Рудхог гад И сейчас метод такая Что Рудхог отошел на задний план Именно поэтому Заменить здесь Хумзи Неплохое решение Плюс замены очень хорошие Единственное, что Нет, я не хочу банана В смысле, что финны могут Как это потерять? Они могут потерять Только какие-то капитанские аспекты В команде А-ля Координации Там, правильности действий Ультменеджмента и так далее Но я не уверен, что Хумзи занимался многим Я не знаю, чем он занимался, честно говоря Я не знаю, какой бы устроил финнов Кто у них командовал Вообще, насколько там Кунел Исполняет важную роль в команде Иными словами У финнов хороший ростер Отличные две замены Полностью усиление Сто процентное Финны имеют прекрасные шансы на эту группу Прекрасные шансы поехать на Близкон тоже Между прочим Я думаю, финны занимают первое место Без вопросов, честно говоря Основными конкурентами будут Пропустим Японию Ну, как пропустим Давайте сразу скажу, в принципе, про Японию Япония, это страна Для меня, опять же, далекая Про Японию много не скажу Я не знаю ничего про японцев Поэтому Как они выступят, я без понятия Понятия не имею Но я думаю, что они все-таки Не займут высоких позиций Я думаю, что в этой группе Второе место будет не за Японию Хотя, по ММРу, именно японцы Находятся на второй строчке Нет, я не хочу банана У нас есть Испанцы Кому нужны японцы, когда есть Испанцы Испанцы Имеют очень хороший ростер Если вы взгляните вот на этот ростер Он является очень сильным На прошлом Близконе Испанцы и так показали очень хороший результат Когда команда была собрана, на самом деле Не полностью из даже профессиональных игроков Вот Испанцы на прошлом Близконе Они были похожи на команду сборной России В принципе, если на нее взглянуть вот так вот Со стороны Взглядом на бумаги, как говорится То есть, есть проигроки Есть непроигроки Были какие-то люди, которые прям Вообще не сияли Про них никто не знал Тем не менее, испанская сборная Отреграла очень неплохо Она дошла до плей-оффа Но в плей-оффе проиграла кому-то Они финнам, по-моему, проиграли, да? Да, кажется, финнам Которых мы потом и выиграли В этом году у испанцев будет Харри Хук Явно будет ведущим звеном своей команды Это парень из Энви Который очень талантливо играет Он вообще на чем угодно Уже доказал, что и на ДПСе может И на саппорте может На просцене, на мировом уровне Даже в Корее он летал неоднократно То есть, игрок с невероятным опытом Вообще Огромным У него и опыт, и скилл Всего хватает Я думаю, испанцы будут На самом деле, на верном пути Это учитывая, что у них еще имеется Плюс ко всему Брома с Токсикеном Которые играли за Дигнитосов Между прочим, вместе с Линкзером А Дигнитосы тоже были команды Тир-1 Европы и Америки все время Ну, европейская Тир-1 Все время свое существование Поэтому Ну, кроме разу, что последних месяцев Когда у них совсем уже была какая-то ерунда С командой Поэтому Токсикен, Брома с Харри Хук Плюс к этому добавляем еще Вингхевена Который Старый танк Реюнайтед И Как они от этого назывались Уже не помню там Ну, короче говоря Старый танк команды Анфикседа Который тоже имеет гору опыта Просто гору На про-сцене Который Старый проигрок Думаю, тоже отлично впишется в состав И Нептуна Который сейчас на коне Сейчас играет за команду Миста Райдерс На Люсио Но, видите Он заявлен в команду как Флекс Нептуна будет играть не на саппорте, похоже Он будет играть на офф-классе Тем не менее Нептуна очень хорошо играл в прошлом году за сборную Он хорошо отыграл Он играл в прошлом году Он тогда не был вообще Еще даже проигроком Он просто стал только после прошлого Близкона Когда начал играть с Миста Райдерсами Который сейчас показывает отличный результат Поэтому Нептуна Отлично тоже Разменил этой командой Я считаю, что у испанцев Вот прям вообще 5 из 6 игроков Просто то, что им нужно Испанцы здесь, я думаю Без проблем Берут второе место в группе Прям вообще без проблем Более того, я думаю Что испанцы будут бороться со шведами Очень сильно за выход Ну то есть смотрите какая ситуация Если испанцы берут второе место Афины первое Да, то испанцы попадают на шведов И испанцы играют с шведами на выход На Близкон Очень обидно, честно говоря Что шведы или испанцы отлетают Потому что обе сборные очень сильные И обе сборные заслуживают Поехать на Близкон Ну про Вьетнам вообще ничего не говорю Не знаю здесь парня этих Думаю не выстрелят никак Думаю, что у команд Вьетнама Японии Таиланда Аргентины Крайне маленькие шансы Вообще побороться С европейскими Американскими И корейскими составами Ну просто крайне мало Посмотрим, конечно Что будет в этом году В прошлом году так оно и было Все команды из Океании Из далекой Азии Отлетали просто без шансов Почти без шансов Почти все Были исключения Были единичные Будет ли это в этом году Посмотрим Но я ставлю на Финляндия Первое место Испания второе Возможно даже наоборот То есть вот я ставлю Испанию, Финляндию, Шведов На самом деле Вот этот треугольник Как чуть ли не единое целое По уровню игры Очень трудно будет понять Кто из них сильнее Честно говоря Просто нет у меня Опыта праковников Против них Я не видел их в бою Я не знаю на что эти команды похожи Но они все на бумаге Выглядят очень хорошо и бодро Вот Поэтому группа Д И группа С Будет интересно Тем что Здесь не ясно Кто выйдет Но скорее всего Повыходят европейские команды Посмотрим Посмотрим Будет интересно Понаблюдать Шансы примерно вот такие У испанцев И у Финляндии И у Шведов Сборные очень хорошие У Италии И Португалии Чуть послабее Но тоже неплохие Австралия Вьетнам Япония Я не думаю Что Куда-то продвинутся Ну что Самые интересные Для нас две группы Которые будут в Польше На которых мы будем В группе Ф Да Группа Е Группа Ф Поехали Группа Е Ну Южная Корея Южная Корея Анонсировала свой ростер В нем находятся Три игрока с прошлого года Нет Два с прошлого Извиняюсь Ведь Тоби не было По-моему На прошлом Близконе На прошлом Близконе На Люське играл не Тоби Ну Про корейцев Много говорить не буду Скажу в общем плане Что у Кореи На самом деле Регион очень-очень Сильно развитый И Сама по себе Корея имела Явно много вариантов На каждую роль Ну то есть вот Можно прийти Пример любого Корейского сильного генжи Там да Например Хаксала Того же Вот с виду Хаксала Сильный генжи Хороший генжи Да Тем не менее Его здесь нету И это значит только одно То что у Кореи Реально было тоже Много опций Я думаю тоже У них были какие-то Предпочтения Какие-то личные у кого-то У кого-то Какие-то возможности Были невозможности И так далее Кого-то там Просто затестили Выбрали Ну то есть Иногда Трудно реально выбрать Одного человека из двух Вот есть вот Два корейских генжи Которые оба охренительные Которые просто оба Все нарезают Оба всех устраивают Но тебе нужно выбрать Только одного из них Ты не можешь выбрать двоих Именно по этой причине Здесь нету ни одного Ни второго Там да Есть какой-то третий Именно так это и работает То есть Я думаю что Корейская сборная Вообще формировалась Очень трудно И что там Были выкинуты Очень многие хорошие игроки Ну просто потому что Конкуренция нереально большая И регион очень-очень сильный В любом случае Корейская сборная Стоит понимать И я думаю Это не поддается Никим сомнениям Что Корейская сборная Будет явно Очень сильной Очень сильной Я думаю что Это одна из сильнейших Сборных на этом ивенте Просто Потому что В прошлом году Понимание между Корейскими игроками Было как понимание Между полной командой Полноценной командой А не как между миксом Тем не менее Тем не менее В этом году Есть тоже команды Которые состоят Именно у команды Стран Да Национальные команды Которые состоят По большому счету По большей части Из Игроков Которые и так Игроков на команде Поэтому в этом году Возможно С корейцами Будет проще тягаться Вот такой есть вариант Возможно проще Но может быть Такая проблема Что многим будет Не хватать просто Опыта Игра против корейцев То есть Та же сборная Финляндии Одной команды Найпи Плюс у них есть Таймл Плюс у них есть Там Линкзор И только Таймл Один из всех Пятерки Да из всех шестерки Был в Корее Только один он Имеет какой-то опен То есть Сможет ли он Передать этот опыт Своим тиммейтам Чтобы этого хватило Для победы над Кореей Непонятно Непонятно Вот в чем проблема Надеюсь я объяснил Минимально Попытался Во всяком случае На примере Ну и в принципе Финляндия еще не худший вариант Потому что у финнов Хотя бы один человек Был в Корее А вот что делать Например Испанцам Которые если Могут пройти Попасть на Корейцев Которые там Вообще не были А ну там тоже Харикук был То есть ладно Испанцы тоже Не придешь в пример Ну в общем Можно найти такую команду Даже ту же сборную России Можно взять Сборная России Имеет опыт Игры против Кореи Только на прошлом Близко Они больше нигде Никто из Про Игроков России Не ездил в Корею Не составил Никакой команды Правильно-правильно Вот может не хватить Именно опыта Игры против Кореицев Я считаю так Во всем остальном Да, команда сильная Первое место обеспечена В группе Скорее всего Без каких-либо проблем Кореицы имеют У себя вставят Три европейские команды Это Нидер-Ланды Как мы видим Которые имеют Тоже половину состава Очень неплохую Круссайт Видим Будет играть на флексе Он играл за команду Сайклоунс Недавно на саппорте Но будет оффклассить Морт Саппорт из Юнайтед Туизи Бывший ДПС Юнайтед Данте Будет играть на саппорте Саппорт с командой Муиста Райдерс Есть игроки Хорошего уровня Есть игроки Из А, ну да Анфиксет и Рубен Были в Корее Точно Сорян, сорян Ну, короче, вы поняли Идею вы поняли Да, но при этом Принеси не получилось Во многих командах Есть хотя бы по одному По два игрока Которые были в Корее Это правда Я забыл Точно Рубен же с Анфиксетом Буткемпили в Корее С Юнайтед Было дело Иными словами Тут есть игроки Тоже в Нидерландах Которые играли В Тир-1 Играли в Европе Играли на неплохом уровне Но команда наполовину Только с третьих игроков Поэтому Я думаю У Нидерландов Ну, только если на второе место Есть какие-то шансы Но я не думаю Что они выйдут на близкон Честно говоря Вот, не думаю Польша У Польши похожая ситуация Были польские команды Тир-2 Которые играли вместе У них похожая ситуация С итальянцами Знаете У Италии Была команда национальная Которая играла в Тир-2 И показывала там Какие-то результаты Минимальные Кого-то выиграл Кому-то проигрывало У Польши то же самое У них тоже была команда Польская Которая играла вместе Но ничего Высокого Они не добивались Поэтому Польша может Потягаться с Нидерландами За второе место Может, вполне У Польши шансы есть Я думаю Выигрывают они или нет Сложно сказать Реально сложно У них тут 50 на 50 Возможно Даже Польша чуть послабее И еще у нас есть Австрия Из Австрии Я знаю буквально два человека И я не думаю Что команда Австрии Сможет на двух людях выехать В первом месте Даже если нет То она вряд ли Куда-то дальше пройдет Такие В итоге имеем Что по группе Е Корея явный фаворит Явно первое место И скорее всего Проход на Близкон Без вопросов Нидерланды С Польшей Могут побороться За второе место Но Честно говоря Канада и Россия Выглядят настолько сильно В группе Ф Что я думаю Я думаю Ну Ну нет Здесь думать нечего На самом деле Ситуация такова Что Нидерланды Или Польша Кто бы не вышел На Россию Или на Канаду Я думаю Что Нидерланды И Польша Будут слабее Чем первое место Группы Ф Поэтому Ни Голландия Ни Польша Скорее всего На Близкон Не поедет Вот На Близкон Поедет Корея И одна из двух команд Канада или Россия Вот И все решится Именно в стыковом матче В группе Между Канадой И Россией Тот кто выиграет Тот кто выиграет В группе Тот скорее всего И получит путевку На Близкон Потому что Ему нужно будет играть Не с Южной Кореи А с Голландией И Польшей Вот так вот Можно играть Сингапур и Турцию Для начала Да Сингапур Вообще никого не знаю Опять же Команда Которая находится Там где-то В Азии Океане Которая вряд ли Что-то покажет Турция В Турции Нету К сожалению Никаких известных игроков Вообще Да Турецкий Овервотч Находится на стадии Развития Видимо Ниже даже Чем русский Поэтому К сожалению Туркам здесь Ничего не стоит Скорее всего Скорее всего Турки в помоечке сидят Россия и Канада Самое сладкое У Канады Ростер очень сильный Тот ростер Который они собрали Реально Крайне силен У них Супер два опытных саппорта Один саппорт Из Cloud9 Второй саппорт Из Complexity Обе команды Американские Тир-1 Тир-2 Крайне сильные Огромный опыт Ланов Огромный опыт Игры вместе Саппорты В порядке XQC Канадский Американский Парень Канадский Неамериканский Который играет На танках Который В данный момент Там играет За команду Юкис Или как они правильно Называются Которая показывает Неплохие результаты Среди тир-1 Тир-2 команд Тоже Вполне себе сильный Тоже про игрок Шурфор Без комментариев Канадский Шедоуберн Аджилитис Более молодой Парень Появился на сцене Относительно поздно Относительно позже Чем другие парни Но неплохо Ся за ее Тоже Кажется Играет за Какую команду Играет За иммортусов Кажется Не помню Точно Честно говоря В любом случае Что Аджилитис Что Мангачу Также являются Хорошими канадскими Про игроками И У них у всех Есть сильные стороны Аджилитис Будет бахать на Генжи Мангачу Будет бахать на Фаре Шурфор Будет на трясе Заливать Миллиарды Дэмэджа По любым Жопкам Саппортов Которые будут Подставляться под него Короче говоря У Канады Отличная сборная Просто 6 про игроков 6 отборных бойцов Которые имеют Просто прекрасные шансы В своей группе Явно Сингапур И Турциям не помеха С Россией Посмотрим Как они будут Себя показывать И от этого будет Конечно зависеть Очень многое Очень многое Честно сказать Очень трудно Предлагать на самом деле Результат Исход Но на бумаге Канадский ростер Выглядит очень хорошо Лучше чем я думал В самом начале Если вы посмотрите Прошлый обзор на ютубе То там Канада Ну в моем мнении Была такая себе Страна Которая ну да Она берет там Про игроков Будет более-менее у них ростер Этот ростер Выглядит очень хорошо Если честно Все игроки с опытом Все игроки про игроки Все игроки Отлично разбиты По ролям То есть Просто лучше сборной Собрать было нельзя У этой сборной Только один косяк У них нету Национальной команды Канады То есть они вместе До этого не играли Они все-таки сборная Это один единственный плюс Все остальное У них просто идеально То есть Будет трудно Раша Команда России Ну Шедубернан фиксит Рубикон Ядро с прошлого года Про них говорить много Я думаю Смысла нету Вы знаете Кто они Кто на чем играет Кого добрали В этом году Это Фарсакин Фарсакин Это тиммейт Шедуберна Который играл с ним В фейзах Все это время Последний год Аж с августа Так что Фарсакин Шедуберн Это дуу из фейзов У Фарсакина Огромное количество опыта Поэтому его пик здесь Можно даже долго не обсуждать Он на одном уровне с Берном В тире один тире два Американском Просидел почти год Поиграл на Больших крупных ланах По овервочу Будет играть с саппортом Тхау Тхау Будет играть Как здесь написано Флексом Ну Будет играть Ухау Тхау хороший пул На самом деле По персонажам У него Пул персонажей Такой что он покрывает И танков Некоторых АК Заря Дива Да И может еще поиграть И на ДПСах Некоторых Например Треса В принципе Тхау хорошо заходит По персонажам И очень неплохо Себя показывает В последнее время Да Он переиграл Тоже за некоторые команды Но не тире один они были За кого играл Тхау За Овлис Икс Он играл За Экстраксов Он играл Ну то есть Не было у него опыта Такого прям Мирового уровня Какого-то Да Но в принципе В европейском регионе Он постоянно Где-то играл В командах Т2 Вот Некоторый опыт У него имеется Норгак С танками В СНГ России Все плохо До этого У нас был только Шарик Но шарика Здесь нету Шарик Не имеет отношения К России Как и я Играть он За российскую сборную Не смог Поэтому Играть будет За нее Норгак Выбор был Тут небольшой У России Все вы знаете Какой он был Норгак Алексей Хэштег Слэш И они примерно Одинаково себя показали На самом деле Как показывают практика У них У обоих почти Что нет опыта Никакого игрового Выбрать было Не очень просто Ну вот Решили выбрать Все таки так Комиссия выбрала так Поэтому Посмотрим Что у нас получится С таким составом Шансы есть Неплохие Есть люди с опытом Есть люди Которые понимают Что здесь происходит Есть кому убивать Есть кому нагибать Поэтому Летс го Ждем Сборная России Будет бороться С Канадой Делать прогноз На эту группу Сложнее всего Для меня самого Тут И непредвзято Не отнесешься И выиграть хочется И понимаешь Что шансы есть Поэтому Я даже не знаю Что здесь будет Но Все знают Все знают От игры в группе Решится Все От игры в группе Решится Вообще Все Потому что Поефы здесь Будут просто Не важны Вообще Никак Типа То кто Проигрывает Друга Попадает На Корею Тому Придется Выиграть Две Канады Вместе Взятые Поэтому Как бы Надо Канаду Драть Как я и говорил Еще на том Обзоре Придется Драть Канаду Если Канаду Раздираем То Все Хорошо Не раздираем Канаду Отлетаем Окей Группа Ф Вот так Примерно Выглядит Кто Поедет На Близком Второй Команды Непонятно Непонятно Я даже Не могу Сказать Что Россия Прям Стопроцент Канаду Делает Или Канада 100% Россию Делает Здесь Нужно Смотреть Нужно Играть Посмотрим Что Сможем Показать Все Группа Ф Под Вопрос Из Группы Е 100% Корейцы Должны Ехать И я Думаю Что Корея Второе Место Группа Ф Выиграет Кто Бо Это Небыл Либо Россия Либо Канада Объективно Я думаю Что Корейцы Сильнее Учитывая Прошлогодний Опыт Учитывая То Насколько Развит Overwatch В принципе В Корее Я думаю Что Что Сборная России Что Сборная Канада Окажется В незавидном Положении Если Она Попадет На Корейцев Поэтому Лучше Бы Нам Здесь Выиграть Группа J Шикарный Состав Команд Кроме США Я должен Сказать Просто Шикарный Вообще То есть Бразилия Хорошо Новая Зеландия Хорошо Кто Все Эти Люди Это Вообще Не Команды То же Команда Вьетнама Команды Которые Точно Не Проходят Никуда Поэтому США 100% Билет На Близкон Тут Без Вариантов Я не Знаю На самом деле Чайнист Тайпей Тоже Команда Не На Слуху Тоже Команда Мне Не Известная Но Есть Одно Нов Чайнист Тайпей В прошлом Году Близкон Чайнист Тайпей Отжало Карту Или Даже Две У Финляндии Они Когда С Финнами Играли У них Игра Была Близкая И Вот Это Меня Останавливает Это То Самое Про Что Я Я Немножко Чайнист Тайпей Боюсь 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 Сказать Что они Никто Они Там Бат США Выигрывают Но В США Они Вряд ли Конечно Выигрывают В этом Году Все таки Сборные Тоже Развивались Все страны Развивались Как я и говорил И Поэтому Трудно Сказать Что-то Прочнее Тайпей Но Возможно Выстрелы Аккуратно Сборная США Равкус Фактфикшн Это Дуо Играло Шедоуберном Последний Год Играло За Фейзов Дуо Имеет Кучу Опыта В Тире Один Тире Два Второе Место Мл. Опять же На Лане Там Участие В куче Американских Ланов Ну В общем Это Дуо Явно Опытно Дуо Будет Понимать Что Происходит В Игре Уже Явно Сборная США Будет Поставлена На Даже Блин Даже Не за Тих Дух Парни Тут Говорить На самом деле Нет Смысла Про Кого Одельно Здесь Все Игроки Про Все Игроки Играли Тир Один Тир Два Все Игроки Имеют Тон Опыта Некоторые Из них Считаются Лучшими В своем Классе Например Фатфикшн Тоже Очень Хороший Ренхард Имхо Мое Отменение Допустим И Не один Так Думаю Поэтому Тоже Синатра Там Супер Талантливый Трейсер Которого Там Все Хайпят В Америке Ну Просто Нереально Сейчас Сборная США Определенно Будет Очень Сильной Тут Опять Не знаю Чего Добавить У них Как и у Канады Сборная Из 6 Про Игроков Все Шестеро Те Еще Задроты Играют Давно Имеют Кучу Опыт Относится К этому Всему Серьезно Адам Клауд Найн Луминости Гейминг Джейк Два Парня Из Фейзов Клумет Это Еще Со времен ЗБТ Парень Который Играл Еще В старых Энви Которые Назывались Аиди Квизита Команды Ну То Синатра Молодая Кровь Которая Все Разрывает И все Его Хайпят Идеальный Ростер Для США Вообще США Постаралась Очень Неплохо Я Ростер Доволен Ростер Очень Сильный Будет Интересно Посмотреть На кого Они Попадут В Пле-Офе Как Далеко Они Сдают На этом Ворот Капе За США Посмотреть Будет Интересно Группа Джей В итоге Получается Хэштег Все Куплено Какие-то Непонятные Команды Из США Ну То Я Даже Не знаю Кто Здесь Выиграет Интересно Кто Будет Первым Местом Ну И в этом Есть Плюс В этом Есть Плюс Есть Вероятность Возможность Что Нет Нет Нифига Нет Нифига Все равно Здесь В США Сто процентов Едет Это значит Что не важно Кто будет Рестальные Команды Потому что В группе H Есть тоже Хорошие Команды И Первое место Группы H Явно Не отдастся Второму Группы Джей Давайте Придем Группе H Последняя Группа United Kingdom Первая сборная И Когда я увидел Состав United Kingdom Я немножко Разочаровался В них Мне кажется Состав очень слабый На самом деле У них Безусловно Есть парочку Хороших ядер Парочку парней У которых Есть реально Хорошее количество Опыта Которые хорошо играют Но Дополнение Команды Некоторыми Мориками Которые не играли Высоко Или не имеют Опыта вообще Мне непонятно Честно говоря Неужели в Британии Некого было брать Вот Как-то так Хочется спросить Когда я вижу Ростер Британии Тут конечно Есть Круз и Бумбокс Которые могут Показать Что почем Могут нарезать Шариков накидать Неплохо Кристофер тоже На танке Играет в команде Хаммерс Уже давно Имеет опыт Хороший Против Тир-1 команд Участвует сейчас В контендерс На американском регионе Переехал в Америку Игроки хорошие тоже есть Но команда Не целиком Составлена из Качественных игроков В моем понимании Я считаю Что сборная United Kingdom Могла быть лучше Почему-то Мне кажется Но честно говоря Я не уверен Возможно У них реально Мало Кому можно играть Но Мне не нравится Сборная United Kingdom Я не думаю Что они даже Первое место В группе возьмут Не уверен Сборная Германии Интересная сборная Сборная состоит Чуть ли не наполовину Из игроков Прошлого года Эсфилд Хаук И Скипжек Кажется Играли в прошлом году Сборную Германии Если не ошибаюсь Вот эти троица Добрали они себе Нэша Кринкса Оба парня Молодые Относительно На сцене Да Уже оба Оба сейчас показывают Хорошие результаты Нэш играет В Хаммерсах Вместе с Кристофером Кринкс играет Сейчас в Тим Эксперт Кажется Если не ошибаюсь Которая играла Наравне На последнем Турнире Контендер С Е-Юнайтед И с командой Рубикона Новый Базука Папис Да То есть в группе Там такая у них Жесткая заруба Можете глянуть Прям То есть И Вейнлес На саппорте Ну Нормальный пик У Вейнлеса Хватает опыта Я думаю Вейнлес здесь неплохо заедет Более-менее на саппорте Хаук Тоже себя поставил На саппорта Будет играть на саппорте Опытный капитан Все про него знают Капитан Энви Который долгое время был У них Играла на саппорте И на флексе В свое время Ездил в Корею Имеет большой опыт Поэтому Сборная Германии В принципе Она знаете Такая команда Смесь Молодой Старой крови Что ли Как-то так Вот примерно так У них и опыт есть И тоже Скипджек Который тоже Старичок Относительно Того же Крингса Но Который Типа Нифига Как бы Еще в самом соку Как говорится Скипджек На самом деле Очень сильный танк И у Германии Реально В прошлом году Германия была команда Номер один По разочарованию От немцев Все ждали больше В прошлом году Когда мы шли Играть с немцами В прошлом году Мы не знали Выиграем ли мы их В итоге это была Просто в одну калитку Игра И там даже сопротивления Не было особо Там и у США И у всех остальных В этом году У немцев шансов Поболее будет Но Сборная непонятная Вот непонятно Вроде бы Игроков про много Да Скипджек Про Халк Про Там с опытом огромного Эсвилд Тоже очень много играл В Америке За временность Вейнесс Играл за гницев Ну да То есть у них На самом деле Весь состав Он такой Довольно таки Неплохой Но я думаю Он слабее будет Чем состав Той же USA И поэтому На второе место Германии Лучше не попадать Явно лучше не попадать То есть Ну стоит понимать Что второе место В группе H Попадает на USA И скорее всего Проигрывает Поэтому Самая сладкая Позиция в группе H Будет у тех Кто попадет на первое место И более того Если поехать дальше И глянуть на команду Израиля У Израиля Ситуация такая же Как у Итальянцев И у Польши У них есть команда Из Израиля Которая является Т2 командой Которая играет Кого-то выигрывает Кого-то проигрывает Которая там называлась Хакерсы Сейчас я не помню Как они называются Как-то по-другому В ней играет Тот самый Кафи И еще какие-то парни Из Израиля Плюс Эко Эко Минимально знаменит тем Что он тоже там Позагонял кучу аккаунтов В топ-10 Обладает Вроде как Каким-никаким Механическим Каким-то Скиллом Неплохим И может Что-то Попоказать нам Поэтому Сборная Израиля Имеет некоторый опыт Команда Ядро У них есть Плюс дополнение В виде там Того же Эко По-моему Он с ними не играет Я не уверен Честно говоря Выглядит неплохо У Израиля Шансы Как ни странно На эту группу Тоже есть Итого мы имеем Что Сборная Британия Имеет шансы Германия Имеет шансы Израиль Имеет шансы И тут Казалось бы Интрига Уже Закончилась Ну нет Еще есть команда Бельгии В которой есть Спри В которой есть Балт и Лоджикс Это трио Тоже очень сильное Все три игрока Довольно опытные Спри играл В Америке Долгое время Вместе с Эсфилдом Да Сейчас он играет Что-то Бернем В одной команде В новых Физах Лоджикс Играет За команду Муриста Райдерс Который Является Тиреодин Команда И показывает Неплохие результаты Четвертое место На последнем Лайне Да Кажется Третье Какое они там взяли Да Роги первое Юнайтед второе То ли третье То ли четвертое Не помню В коем они заняли В любом случае Полкоманды Бельгии Очень-очень Даже выглядит неплохо Но У них один косяк Эй Фокса Брудера И Господина Сенпая Я вообще не знаю Поэтому Вот у Бельгии Если бы не эти трое То все было бы неплохо Но к сожалению У них не хватает деталей У них полкоманды Очень хороши Да Полкоманды Совсем незнакомые Темные лошадки Поэтому Бельгия Немножко слабее Чем все остальные составы Но Тоже может скорее всего Выстрелить Вот реально Непонятно Просто непонятно Есть вероятность Что там тот же Спри с Баудом И Лоджиком Смогут немножко Подтянуть свою команду И на двух жестких ядрах В лице Спри и Лоджикса Там смогут Плюс хороший саппорт Бауда Бауд очень хороший саппорт К слову Смогут выехать На чем-то Группа H получилась Очень застаканной Кто займет первое место Вообще непонятно Вообще Я бы сделал ставку На Германию На самом деле В Германии Став самый опытный с виду Полностью сформированный Комплектованный Есть и старички И молодняк То есть вот Германия По-моему Может обеспечить себе Поездку на Белескон Токсо занимает второе место Попадает на USA И скорее всего От лета лети Поэтому второе место В группе H Это то же самое Что второе место В группе нашей с вами Где есть Россия и Канада Здесь нужна только победа И группа H Будет очень интересной Если группа J Будет вообще не интересной То группа H Должна быть супер интересной Вот такой баланс силы Того давайте сделаем Финальный предикт Кто едет на Белескон На Белескон Скорее всего едет Я поставлю Франция точно едет Скорее всего Возможно Денмарк Я думаю Франция и Денмарк С первого ивента Со второго ивента Очень трудно определиться Но пускай это будут Пускай это будут Шведы И вот финны или испанцы Я не знаю Пускай будут финны Все таки Я думаю шведы и финны Отсюда Ну это Южная Корея Точно едет И вот тут как бы Ну вот как бы По предиктам Ну сами понимаете Ладно пропускаем USA И последняя команда Которая поедет Это Германия Скорее всего Итого Америка Германия Корея Швеция Финляндия Франция И Дания Я думаю Я думаю вот так вот Сложатся карты На скидку это все Вроде я вам рассказал Примерно за кем можно смотреть За кем Ну блять будет интересно Должно быть интересно За кем нет Испанцев запикало В смысле запикало Ты о чем С обзором все Я думаю что это можно будет Вырезопоместить на Ютуб Даты ивентов На ваших экранах Первым пройдет Китай 14-16 июля Потом 21-23 июля Австралия Потом Польша 4-6 августа И в Америке будет Говорить Бурбанк Но почему-то здесь нету места 11-13 августа После этого Близком будет Осенью До тех команд Восьми которые пройдут На этом с обзором все Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»